Друзья, это парковка у нас жилого комплекса «Пейзаж». Такая вот территория. Выглядит сам комплекс вот так. Дом клубного типа, все центральные коммуникации. Тонированные окна. Есть квартиры с предчистовой отделкой. Дом двухподъездный. Газовое отопление, доплата изготовления составляет 150 тысяч рублей. Вот так вот выложены камнем, брусчаткой, бандусы заезжать. Люди уже здесь живут. Статус здесь квартиры. Но, к сожалению, в ипотеку здесь приобрести эту квартиру нельзя. Это концепция застройщика. Не хочет, видать, заморачиваться. Выход на улицу урожайное здесь есть. Вот вы видите, вдалеке. Там еще один корпус будет строиться. Какой, не знаю. Дом информации пока нет. Давайте зайдем в отъезд. И поднимемся сразу на третий этаж. Потому что первый, второй этаж у нас здесь продан. Приборы учета. Вот так вылезет подъезд. Отделка. Вот такой. Экономом сильно не назовешь. Достаточно все культурненько. Нормально. Лифта нету. Это четырехэтажный дом. В принципе, он здесь не нужен. Приборы учета воды вывели в подъезд. Вот. И цены здесь у нас начинаются от 75. Но на втором этаже квартира была закрыта. К сожалению, я вам покажу только на третьем этаже. Начинается от 80 тысяч. Начнем с того, что качественные двери везде установили. Заходим в одну из угловых квартир. 38,2 квадратных метра с учетом балкона. 3 миллиона 56 тысяч рублей. 38,2, да? Тонированные окна, видите, да? Балкон. Балкон большой, он здесь нормальный. Рядом здесь кафе, магазины, остановка автобусная. До школы здесь можно даже пешочком прогуляться. Но, правда, далековато. Я бы пару остановок все-таки проехал. Вот. Там же садик, поликлиника, рынок. В общем, все для жизни. Отличный вариант для постоянного места жительства. Если вас не смущают обе дороги, которые здесь, и виды из некоторых квартир, которые на соседние дома. Эта квартира, напомню, стоит 3 миллиона 56 тысяч. Она свободной планировки. Все коммуникации уже функционируют. То есть, выходи и живи. В принципе, 80 тысяч за квадрат. Так, следующая квартира у нас также на третьем этаже. 38,8 квадрата. Вот здесь, получается, у нас проходит коммуникация. Ну, это как раз выделить санузел. Можно, да. Здесь уже ухонная зона. Выделить одну комнату. Можно распилить ее пополам. Створки переделать. И будет такая вот двушка мини. Как, в принципе, в жилом комплексе «Богатырь». Ребята вот делали ремонт. Они также сделали. Вид с этого окна у нас в сторону летней резиденции. Здесь вот соседний дом уже построенный. И вот такая вот квартира. Стоит она 3 миллиона 104 тысячи рублей. Балкон. Выходить на него не буду. Вот такой же площадь, как соседний. Вот здесь у нас такой вот вид. Как закрытая квартира. На втором этаже такая же квартира. Стоит у нас 2 миллиона 910 тысяч. Эта у нас квартира стоит 3 миллиона 104 тысячи. То есть на 5 тысяч за квадрат она дешевле. В этаже у нас есть квартира. Вот такая. Площадь ее составляет 39,1 квадрат. Стоит она 3 миллиона 128 тысяч. По 80 тысяч. Выше этажом квартира стоит на 5 тысяч дороже. Здесь в общую площадь входит балкон. Вот на таком расстоянии у нас айвазовский третий. Видов особых нету. Мне очень нравится, конечно же, вот этот столб. Выбирайте этажом выше. Переплачивайте 5 тысяч рублей. Если он вас так смущает. Также, видите, предчистовая отделка сделали. Обштукатурили блоки, потому что многие жалуются на кладку. Вот ее не видно. Вот так вот обштукатурили. И теперь продают. Ну а с этого окна также. Вид у нас на замечательный столб. Также на третьем этаже есть вот такая квартира. Она более темная, уже не солнечная. 33,7 квадратных метров. Однокомнатная квартира. 2 миллиона 696 тысяч рублей. Балкон. Выходить не буду. Вид на соседний балкон. Видов здесь вообще никаких нет. Планируется она в однокомнатную квартиру. Здесь у нас зона санузла. Здесь у нас кухня-гостиная. Даже можно сделать и небольшую спальню. Либо большую спальню и маленькую кухню. Здесь сделать приходит. На четвертый этаж мы с вами поднялись. И давайте рассмотрим вот эту квартиру. 32 квадратных метра. Однушка. 2,694. Почти 2 миллиона 700 тысяч. Также балкон. Бетонные, друзья, перекрытия. Здесь уже у нас столб внизу. Вид хороший на горы. Если не смущает рядом дорога, то она такая светлая. Квартира получается. Но уже без чистовой отделки. Вот как есть. Также не забываем, друзья, что 150 тысяч рублей вам придется заплатить за газ. Квартиру с вами на четвертом этаже рассмотрим. Дверь. Без отделки. Квартира площадью 33 квадратных метра. Стоит 2 миллиона 780 тысяч рублей. Просто однокомнатная квартира. Здесь у нас выделяется санузел. Здесь у нас отдельная кухня. И можно выделить небольшую спальную комнату. Все. В этой стороне у вас прихожая или гардероб. Если быть точным, 32,7 квадрата. Вместе с учетом балкона. Вид у нас на дорогу, на горы. Подальше от дома, но поближе к дороге. Выбор есть пока. Но по 85 тысяч за квадратный метр. Данное жилье, в принципе, соответствует средней цене в этом микрорайоне. Так что выбирайте пока, если вам понравился этот комплекс на равнине. Со всеми центральными коммуникациями. Друзья, что касается соседнего дома Айвазулский. Я вам сейчас быстренько шахматку тоже покажу. Что там, в принципе, тоже есть неплохие квартиры. Но этот дом уже по качеству поинтереснее. То есть можно там и за 2400 приобрести квартиру. И у него, видите, отдельный выезд на улицу урожайная. В принципе, тоже неплохой вариант. Посмотрите обзор. Он соседствует. Поэтому, чтобы вы понимали ценообразование, какое вам лучше выбрать. Впереди у нас жилые комплексы удачи и фортепиано. Фортепиано уже ценник задрал до 125. От 125 тысяч за квадрат. Ну а удачи пока еще не продаются. После футбола у нас, возможно, будет какое-то изменение. И начнутся продажи. А вверху у нас жилой комплекс школьный. В школьном есть варианты от 65 тысяч за квадрат. Тоже можете посмотреть. Обзор у меня есть на канале. Но там уже видовые характеристики. Хорошие на Олимпийский парк, на море. Поменьше шума. Но там локальные очистные сооружения. А здесь у нас центральная канализация. Друзья, если вас заинтересовало это предложение, сильно не нахваливая, показывая, как есть на рынке у нас, то обращайтесь ко мне. Ну альтернативу я вам только что показал. Звоните, пишите. Подберем вам наиболее интересный вариант по вашему бюджету. Такие варианты есть. Как и на этапе строительства, так и в зданные дома, как и в ипотеку. Не стесняйтесь, пишите на WhatsApp. Увидимся на следующих объектах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok